Портал Инсурген, добрый день, с нами группа Вивера. Добрый день. У вас скоро выступление, волнуетесь перед выступлением? Есть немного, волнение всегда присутствует, да. Почему? Это неотъемлемая часть выступления, она помогает как-то собраться, сосредоточиться. Я считаю, вообще не считаю, я думаю, что все волнуются, даже какие-то звезды все равно переживают перед выступлением. Вы как волнуетесь? Ну, уже меньше. Как-то со временем, пока здесь находишься, отпускает, слушаешь другие группы, расслабляешься, входишь в ритм музыки и становится хорошо. А были какие-то моменты на выступлении, возможно, когда оператора выходила из строя или что-то случалось? Было, что плохо отстраивали звук граждане-звукачи, и в итоге выяснилось это только после того, как мы записали, посмотрели записи, потому что на сцене весь этот звук слышно толком не было. Ну, так, по мелочи, разные статные ситуации происходят. Все стандартно. Расскажите о своем творчестве. Сейчас группа Vivera. До этого была группа Say More, собственно... Как еще раз? Say More. Скажи больше. Сказать больше. Собственно, группа распалась, но каждый пошел своим путем. Я и мой друг с детства решили делать музыку на английском языке и двигаться в этом направлении. Ну, собственно, к нам потянулся еще барабанщик, гитарист. Такие близкие нам по духу люди стали. То есть, как будто мы всю жизнь с ними знакомы. Вот. Сейчас... Что еще творчество? Планируем выпустить ИП через месяц. Через полгода выпустить уже полноценный альбом. Песни у вас будут только на английском языке? Сейчас, пока да. Мы рассматриваем вариант параллельного проекта. То есть, именно Vivera будет на английском. Параллельный проект, я еще не знаю, как он будет называться, будет только на русском языке. Очень много написано на русском. И предыдущая группа, такие как Say More, очень много отличных песен осталось. И, ну, надо их как-то реализовывать. То есть, с этой группой вы продолжаете работать? Да, да. Продолжаем. Альбомов нету пока. Альбомов нету и не было. Есть две записи, которые сделаны кустарным образом. Как-то не доходило все время. Средотачивались на концертах, на написании музыки, текстов, оттачивали это. И как-то вот не было такого, что давайте запишем альбом. Оно как-то было вот где-то там, но мы до этого не доходили. А клипы планируете снимать? Да, планируем клипы снимать. Сейчас на подходе трек «When the war is over», когда война закончится. Это о действиях в Сирии, на Украине. Там все по тексту, призывающая людей не быть солдатами, и тогда не будет войны, как говорится. То есть некому будет воевать, и никто не будет воевать. То есть вы увлекаетесь политикой, интересуетесь? Я увлекаюсь миром, политика мне неинтересна. И, к сожалению, я вижу, проходя мимо телевизора, что происходит, ну и как рассказывают все. В общем, это меня беспокоит. Это замечательно, когда музыканты интересуются вот именно социальной сферой, вот обществом. Скажите, о чем ваши тексты для людей, которые не всегда знают английский? В основном, вот в том сети, в котором мы будем сегодня играть, это все о любви. Как обычно, естественно, о неудачной. Почему как обычно неудачной? Я не слышал, нет, они, наверное, есть, но в основном все тексты все-таки пишутся от расставания, там более сильные эмоции. Больше эмоций, действительно. Да, поэтому... Больше переживаний. Это больше вдохновляет? Да, на самом деле. Яркие эмоции в жизни вдохновляют. Какие самые яркие эмоции? Либо очень хорошие, либо очень такие, ну, трагические, так сказать, отчасти. Соответственно, от этого и идет все от души. А какие яркие эмоции вы можете вспомнить от выступлений? Выступление в «Газели» в Можайске. Да, в Можайске. В «Газели»? Мы выступали на «Мотофесте» в Можайске. В мае, по-моему, это было, да. Это было в мае, было холодно, дождь, там была «Газель», у нее была будка, которая разложилась в небольшую сцену. Прям «Газель»? Прям вот эта «Газель» была, да, с большой такой будкой. И вот там вот стоял аппарат, и вот это было очень странно. Это под дождем было? Да, нам подарили любимое молоко за выступление. Да, от Можайского пивоваренного завода и от Можайского молочного завода. Много пива и молока подарили? Не помню, несколько пакетов, сфотографировались мы с этим делом. Все это весело, конечно, было. Но несмотря на то, что замерзли, достаточно интересная публика была. В основном байкеры, всем понравилось. Выступали другие группы, мы тоже посмотрели, нам тоже, в принципе, все понравилось. Единственное, добираться туда, конечно, было очень сложно. И все это происходило в каком-то недостроенном парке, который еще только в проекте строительства. Ну, а в целом, в целом хорошо. А какие-нибудь плохие моменты можете вспомнить? Плохие моменты вообще? Выступление, да. А с какими трудностями сталкиваетесь? Трудности, ну, в основном это по звуку, да, в клубе, когда не могут строить звук. И плохо себя слышишь, тем более, ну, когда поешь, надо себя слышать. И начинаешь орать, на второй песне пропадает голос, и вот тут вот начинается уже что-то страшное. Просто, ну, концерты, так сказать, незначимые, грубо говоря, да, переходные, в которых участвовали. И звукачи, и прочие люди относились к настройке звука, ну, несерьезно. Нет, ну ладно, я там звукачу купил два бокала пива и сказал, друг, пожалуйста, сделаем. Я хорошо сказал, да, без проблем. И люди орали из зала, что звукач, пожалуйста, сделай что-нибудь. Безрукий, в общем, ну, всякими некультурными выражениями на него. Зачем таких людей вообще на работу берут? Надо сделать какое-то общество, которое будет цензурить звукачей в клубах, вот. Как стоп-хам, здесь стоп-звукач будет. Черные списки заносить? Черные списки звукорежиссеров, да. Ну, такое нечасто бывает. Нечасто. Ну, бывает. Ну, бывает, да. А здесь как со звуком? Здесь лучше. Здесь лучше. Я думаю, мы об этом узнаем уже после выступления, потому что звук на сцене кардинально отличается от того, что происходит перед сценой, так что мы узнаем от наших друзей, как звук. А кто автор текстов песен? Я. Только вы? Пока что да. Только на английском планируете ли, возможно, вы там знаете французский, немецкий? Если честно, я английский не знаю. С Яндекс.Переводчиком? Ну, как-то из космоса, на самом деле. Вот так получается, я пишу. Ну, естественно, я в школе учил английский, но никаких никогда не практиковал, не ездил в англоязычные страны где-то. Ездили? Нет, не ездил. И не общался ни с кем на английском. Но так получилось. И как-то я принес тексты подруге, которая переводчиком работы там сказала, слушай, у тебя все отлично, вот тут в пару мест как-то надо слова поменять и все. И тут я понял, что я могу, и начал писать. Ну, в общем, вот так вот. А вот вы говорили о клипах. Какой клип будет? Клип будет на песню «Вэнда Ворзова» и будут там военные действия, вот такое что-то хотим сделать масштабное. Это нарезка будет, да? Это будет нарезка, перекрещаться с реальностью, с нами. То есть мы тоже будем, у нас там будут, как по задумке солдаты, забирать, пытаться в армию, заставить, принуждать нас участвовать. Мы, естественно, будем отказываться, нас будут избивать. Ну, в общем, что-то такое. Вы еще и актерами, грубо говоря, попробуете? Конечно. А почему нет? Надо пробовать себя везде. А у вас смена в коллективе была какая-то? Вот как вы именно «Виверой» стали? У нас была девушка на барабанах, но она больше предпочитает танцы. Она очень классно танцует, и она театрал. И вот у нее времени на музыку нету, чтобы заниматься и в том объеме, в котором нужно. Она выбрала танцы и театральные. А вот сколько времени вы тратите на музыку в день примерно? В день? Ну, у меня музыка в голове весь день. То есть я считаю, что это тоже можно сказать, что я трачу время на музыку. Я слушаю, анализирую ее, слушаю свои записи, анализирую их, что-то новое придумываю. То есть я постоянно в ней. А репетиции? Репетиции 2-3 раза в неделю, как получается. Сейчас некоторые у нас поменяют место работы, и будем чаще репетировать. Ну да, все мы рабочие люди, всем приходится зарабатывать. Да, у нас тут сотрудники полиции играют. Сотрудник полиции? Да. Интересно. А вы? А кто из участников группы еще кем работает? Гитарист, инженер, авиа. А вот барабанщик, это какая-то тайна. Не знаю. ФСБ, наверное. Ну, вряд ли. Судя по прическе, нет. Что ж. Спасибо большое вам за интервью. Удачного вам выступления. До новых встреч. До свидания. Спасибо.